Всем привет! Совсем скоро начнутся работы на огороде. И сегодня расскажу, как вырастить капусту у себя на участке. Начнем разбор от посева семян до сбора урожая. А также вы узнаете, как бороться с вредителями капусты без применения химических препаратов. Уважаемые зрители, у меня для вас отличная новость. Совсем недавно я открыл свой собственный канал, который называется Дмитриев сад. На этом канале, так же как и на канале про цветок, рассказываю про сад и огород. Делюсь своим опытом по выращиванию плодового сада, ягодных культур, а также овощных культур. Рассказываю какие-то житейские моменты. На канале я также отвечаю на все комментарии моих зрителей. Помогаю и даю консультацию по поводу выращивания каких-то культур на огороде, по поводу заболеваний, вредителей. Рекомендую какие-то препараты, делаю обзоры сортов и так далее, и так далее. Приглашаю вас присоединиться к моему каналу. Ссылочку я оставил под роликом в описании. Начнем со сроков посева капусты на рассаду. В условиях Белоруссии, а я живу в Минской области, рассаду капусты я обычно высеваю в конце марта, начале апреля. А уже готовую рассаду высаживаю примерно в начале мая. Если брать по срокам более подробно, то ранние сорта капусты высаживают в возрасте 40-45 дней после всходов. Если брать сорта средне-поздние, поздние, то они высаживаются в возрасте 35-40 дней после всходов. А рассада капусты брокколи готова к посадке через 30-35 дней после всходов. Ну, это, конечно же, приблизительные всходы. Все зависит, конечно, от температурного режима, от достатка питания и влаги. Обычно я высеваю семена капусты в теплицу. И вот в теплице создаются оптимальные условия для развития этой культуры. В теплице всегда тепло. Если укрывать посевы с панбодным, сохраняется хорошо влага. И рассада очень быстро развивается. Иногда рассада капусты, когда есть вот такие оптимальные условия, она развивается гораздо быстрее, чем описано в литературе. Зачастую я заметил, что когда очень много солнца, много влаги, питания, рассада капусты может сформироваться уже за 20 дней и готова полностью к посадке в открытый грунт. Почему я стараюсь высаживать рассаду капусты именно в теплицу? Потому что теплица весной пустует. И только лишь в первой декаде мая, а иногда и во второй декаде мая, когда установится теплая погода, мы высаживаем в теплицу основные культуры. Томаты, баклажаны, либо огурцы. А весной теплица пустая, поэтому можно спокойно использовать свободное место для выращивания рассады, да и в принципе различные зелени на салаты. Не нужно бояться, что весной случаются возвратные заморозки. Дело в том, что капуста очень холодостойкая культура. И даже молодые всходы капусты способны выдерживать морозы до минус 5, а то и 10 градусов мороза. Поэтому весной, когда уже почва оттаяла, и можно вогнать в нее лопату, смело высевайте семена капусты у себя в теплицах. Причем никаких дополнительных удобрений вносить не нужно. Ведь основные культуры, которые росли в теплице, перцы, огурцы и так далее, они удобрялись весь сезон. И в почве еще достаточно питания. Поэтому просто нужно вскопать грядки в теплице и посеять семена на рассаду. После посева обязательно всходы нужно укрыть белым спонбондом. Спонбонд не только защитит от перепадов температуры молодую рассаду, но еще поможет в сохранении влаги в почве. Потому что в теплице почва быстро пересыхает. Даже если на улице холодно, но в теплице, когда весной светит солнце, температура может подниматься выше 30 градусов тепла. А спонбонд защитит капусту от вот таких резких перепадов тепла и будет лучше сохраняться влага в почве. Ее придется реже поливать. Особенно если вы бываете на даче только лишь по выходным дням. Рассаду капусты на постоянное место, как я и говорю, высаживаю обычно в начале мая, чтобы освободить теплицу для посадки томатов и перца. Но прежде чем ее посадить, конечно, нужно подготовить почву. Хорошенечко ее заправить. Потому что культура капусты очень требовательна к питанию и к влаге. Как я заправляю почву? Есть универсальный способ. На метр квадратный вношу одно, а то и полтора 10-литровых ведра перепревшего компоста либо навоза. А затем полное комплексное минеральное удобрение, где есть азот, фосфор и калий. 50-60 грамм на метр квадратный. Грядку для капусты перекапываю. И затем делаю лунки. Капусту я высаживаю обычно в шахматном порядке. Вначале делаю два ряда и расстояние между ними примерно метр. А затем еще по центру луночки. И получаются вот такие посадки в шахматном порядке. И между растениями у меня получается примерно 40-50 сантиметров расстояние. Вот в этом случае капуста нормально растет и развивается. Есть еще один важный момент. Капуста любит расти на нейтральной почве. Не любит кислой почвы. На кислых почвах капуста часто болеет и поражается капустной келлой. Поэтому обязательно для посадки капусты нужно раскислять почву. Если у вас почва такая кисловатая. Значит, чем можно раскислять? Ну, во-первых, осенью вы можете под перекопку внести доломитовую муку, либо известь. Если вы не сделали это в осенний период, но весной вам нужно посадить капусту, добавляйте тогда в лунку при посадке капусты немножко древесной золы. Примерно по столовой ложке. В этом случае зола нейтрализует излишнюю кислотность. А еще в золе много полезных макро- и микроэлементов. И капуста в этом случае будет лучше развиваться. Важным условием для хорошего урожая капусты также являются культуры-предшественники. Например, нельзя высаживать капусту после крестоцветных культур. Это редис, редька, та же капуста, дайкон и другие крестоцветные культуры, которые росли на определенном участке. Либо, если вы высеваете на участке, например, рапс, маслячную редьку, белую горчицу, коксидораты, на таких участках также нежелательно высаживать капусту. Дело в том, что у крестоцветных культур общие болезни и вредители. И капуста может поражаться как крестоцветной бложке, так и болеть вот этой киллой. Значит, поэтому лучшими предшественниками для капусты являются другие культуры. В первую очередь это бобовые культуры, тыквенные культуры. Очень хорошо растет, кстати, капуста после посева фацелии, либо гречихи. Поэтому используйте вот эти сидораты и культуры-предшественники для выращивания капусты. Когда у нас подготовлена грядка, заправлена почва и уже сделаны лунки, приступаем к посадке рассады. Обязательно нужно перед посадкой эти лунки пролить водой, чтобы капуста лучше приживалась. И вот я заметил, что лучше всего рассада капусты приживается, когда мы высаживаем капусту в дождливую, пасмурную погоду. Не стоит высаживать капусту, когда на улице светит яркое солнце, либо стоит жара. Если у вас такая погода выдалась, жаркая, сухая, а вы приехали только на выходные на дачу, нет возможности выбрать оптимальные такие дни для посадки, тогда высаживайте капусту либо рано утром, либо поздно вечером. Причем обращайте внимание, что после посадки капусту опять же нужно очень и очень обильно полить водой, чтобы рассада лучше приживалась. Должна быть сцепка, почва с корнями. Даже если на улице идет дождь, ливень, все равно полив, необходим, чтобы почва как следует уплотнилась. Если опять же на улице стоит жара, засуха, будет неплохо укрыть посадки капусты белым спонбондом. Белый спонбонд будет притенять рассаду капусты и не давать почве пересыхать. Весной опять же начинается профилактика от различных вредителей капусты. Есть у меня такой препарат, баверия плюс метаризиум, защита комплексная от профит. Вот я использую его. Почему я после посадки обязательно проливаю раствором баверия метаризиума? Дело в том, что в почве могут быть вредители капусты. И в первую очередь это личинки хруща, которые подъедают молодые корешки и рассада погибает. А баверия помогает потом уже бороться с различными листогрызущими насекомыми. Так вот, когда мы добавим в раствор чайную ложечку, допустим, вот этого препарата, сделаем раствор и польем капусту под корень, там уже поселятся эти полезные грибы. И метаризиум еще работает не только против почвенных вредителей насекомых различных, он еще каким-то образом меняет вкусовые свойства овощей. Люди не ощущают этот вкус абсолютно. Для нас овощи остаются привычного вкуса. Но эти вкусовые вот какие-то признаки меняются для насекомых-вредителей. И затем и капустная вот эта бложка, различные гусеницы, все обходят капусту стороной. Она им становится попросту неинтересной. Поэтому еще и вот этим очень хорош метаризиум. Далее, когда уже рассада прижилась на новом месте, проходит примерно недельку, уже можно укрытие спонбонд этот с рассадой снимать. И очень часто можно заметить, что молодая рассада капусты, которая высажена в открытый грунт, приобрела такой антоциановый отцвет. Черешки и листья немножко покраснели, может быть стали фиолетовыми. Пугаться не стоит. Скорее всего, это недостаток фосфора. Но весной этот недостаток происходит от того, что почва еще холодная. И растения попросту не могут полноценно усваивать фосфорное удобрение. Как только погода восстановится, потеплеет, почва прогреется, капуста начнет полноценно потреблять фосфор. И вся эта ситуация изменится без каких-либо дополнительных подкормок. Далее, летом нужно обязательно проводить для капусты подкормки, а также бороться с различными вредителями. Значит, как я это делаю? Через две недели после того, как капуста у меня высажена на постоянное место, я провожу первую подкормку. И для подкормки я использую бродиловку из травы, либо компостный чай. У нас очень много роликов по поводу вот этих удобрений на канале. Как их готовить и как их применять. И вот для нормального развития капусты, как правило, хватает двух-трех таких подкормочек. Капуста благодаря бродиловке, либо компостному чаю начинает активно развиваться. Потому что благодаря внесению этих органических удобрений активизируется вся почвенная микрофлора. Быстро работают бактерии, различные грибы и капуста лучше усваивает питание. А чем капуста, да и другие растения лучше получают питание, чем лучше развиваются, чем сильнее их иммунитет, устойчивость к различным болезням и вредителям. По мере роста за капустой еще нужно дополнительно ухаживать. И в первую очередь речь идет об окучивании. Капусту нужно подсыпать, окучивать, для того, чтобы формировалась более мощная корневая система. И чтобы затем, когда сформируются большие кочаны, растения не падали на бок. Поэтому за сезон капусту нужно окучивать хотя бы два раза. Первое окучивание обычно делается уже в конце мая. Если, допустим, вы высотили рассаду в начале мая. А следующее нужно сделать до середины июня. И все, как правило, двух этих окучиваний хватает. Но бывают такие периоды, когда идут дожди, там почва размывает, подмывает что-то. Ну, можно капусточку еще один раз дополнительно и окучить. Капуста все лето растет, развивается. Но наступает август месяц и начинается массовое распространение вредителей. Как правило, начинаются дожди сильно и появляются слизни. Так вот, слизни – это особо опасный вредитель для капусты. Потому что слизни могут уничтожить урожай полностью. Все листья уничтожить и в кочаны заползти, и урожая вы не дождетесь. Значит, как бороться со слизнями? У меня есть самый простой такой действенный способ борьбы. На грядках с капустой я раскладываю старые доски. Слизни обычно активничают ночью. А днем, когда светит яркое солнце, они прячутся под укрытием. Так вот, как раз-таки под этими досками они и прячутся. Днем достаточно доски перевернуть и собрать вредителей. А еще большую опасность для капусты представляют различные гусеницы. В первую очередь речь идет о гусеницах белянки-бабочки. Значит, как с ними бороться? Если вредителей очень мало, небольшое количество, гусениц можно собрать руками. Но для этого нужно жить постоянно в деревне, на даче находиться. Если вы приезжаете, опять же, только на выходные, то вы можете пропустить момент, и гусеницы за неделю обгладают все эти листья. Лучше всего для борьбы с гусеницами использовать биопрепараты. На основе баверии, либо есть еще такой вот биопрепарат-антивредитель. Против различных он действует насекомых. И против гусениц, и против крестоцветной бложки и так далее. Поэтому спокойно, вот таким препаратиком, раз в две недели хотя бы, а лучше раз в 10 дней, обрабатывайте капусту по листу. И не придется применять никакой дополнительной химии. По мере роста для капусты нужна влага. Поэтому старайтесь высаживать капусту на каких-то низинных местах. Можете даже высадить в легком затенении. На песчаных почвах капуста растет плохо. И только лишь при регулярных подкормках и регулярном поливе можете собрать урожай. Немножко заострю внимание на сортах, которые я высаживаю. И мне они нравятся. У меня на столе лежат семена, но это далеко не полный перечень. Всяких сортов у меня гораздо больше. Но самые основные я назову. Вот ранняя капуста мне больше всего нравится июньская. И еще есть дитморская ранняя. Вот эти два сорта просто гарантированно дадут урожай. Не зря и называется июньская. Обычно уже к середине июня я собираю урожай ранней капусты. Затем мой любимый сорт. Поздняя капуста это белорусская 85. Просто классный сорт. Отличный. Дело в том, что это сорт средне-поздний. Но тем не менее, качаны очень плотные. Очень хорошо хранятся. И просто идеальны для квашения. А еще сорт устойчивый. Устойчив к различным бактериозам. Поэтому, если найдете семена, рекомендую посеять. Есть еще у меня поздняя капуста Надея. Тоже очень отличный сорт. И для квашения, и для хранения подходит. И зимовая. Тоже поздний сорт белорусской селекции. Надежный такой, устойчивый к болезням. Ну, вот такое я высаживаю. Значит, что я еще высаживаю? Обязательно выращиваю капусту брокколи. Вот у меня три гибрида. Гибрид Фиеста, Ботави и Моноклана. Эти гибриды дают очень хороший урожай. Если брать сортовые семена капусты брокколи, то очень часто брокколи уходит в цвет. В цветушность появляется. А вот эти гибриды, они устойчивы к цветушности. И образуют такие плотные, хорошие соцветия. Поэтому все же для посадки выбирайте, в первую очередь, гибриды капусты брокколи. Капусту брокколи, кстати, можно выращивать в два этапа. Первую посадку, как и обычной капусты, делать весной. А второй урожай получать на осень. Высевать на рассаду брокколи в конце июня, начале июля. И до наступления холодов вы успеете собрать еще второй урожай. Но, тем не менее, даже с одних кустов вы можете собрать несколько урожаев. Многие огородники, когда срезают большое соцветие капусты брокколи, вырывают ее с корнями и выбрасывают на компост. Но так делать не нужно. Дело в том, что брокколи образуют дополнительно урожай в пазуках листьев. Формируются еще небольшие такие соцветия. И два-три раза вы еще можете собрать дополнительный урожай. Есть у меня, кстати, и цветная капуста. Это гибрид брус, скайвокер и алмагра. Названия такие сложные, но, тем не менее, урожай очень хороший. У этой капусты устойчива к болезням, к различным. Ну и дает такие крупные, хорошие соцветия больше килограмма. Вот заявлено, что обычный вес соцветий 1-1,2 килограмма. Но, на самом деле, при хорошей агротехнике, когда есть достатки питания, влага, то соцветия могут быть и больше. И по 1,5, и даже по 2 килограмма. Огроменные вот такие соцветия белые. Значит, далее, что я еще выращиваю? Выращиваю листовую капусту кале. И кале выращиваю во втором обороте. Я высеваю кале очень реденько, сразу на постоянное место, после уборки чеснока и лука. И эта капуста у меня растет до Нового года. Даже уже морозы, когда снег, эта капуста их не боится. Отгребаешь снег, срываешь молодые листики, и они пригодны для салатов, для щей, для чего угодно. Поэтому лучше всего во втором обороте вот эту капусту кале выращивать. Ну и еще кале очень декоративно. Можно где-то осенью в цветниках высаживать. Прикольно смотрится. И еще капуста, которую я выращиваю, это капуста кальраби. Может быть кто-то любит, кто-то не любит, но я также ее всегда высеваю. Обычно весной в теплицу также сею на рассаду. И затем в открытый грунт пересаживаю. И обычно уже к концу июня, может быть в начале июля, я собираю урожай. Обязательно высаживайте капусту у себя на участке и собирайте хороший урожай. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok